Ножом 22-летний террорист из палестинского города Калькилия Башар Мохаммед Мусалха начал наносить удары холодным оружием в людном туристическом месте на так называемой площади часов в средневековом Яффе. Неудивительно, что его жертвами стали не только местные жители, в том числе израильские арабы, но и гости Израиля из России, США и Румынии. Он ранил троих, бросился бежать в сторону многолюдного рыбацкого порта, где сосредоточены рестораны, сувенирные лавки и галереи, нанёс удары ещё двум случайным прохожим и, преследуемые местными жителями, устремился на набережную Мантерей в Южном Тель-Авиве. За ним погнались сразу несколько человек. Это местные торговцы. Но убийца убегал, нанося удары тем, кто попадался ему навстречу. В конце концов, какой-то парень, уличный музыкант, ударил его гитарой по голове. Башара Мохаммеда Мусалха застрелил представитель служб безопасности, когда тому удалось ранить как минимум десятерых человек, один из которых, 29-летний турист из США, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Его жена с тяжёлыми ранениями находится в госпитале. Среди пострадавших есть и россияне. Мужчина с тяжёлыми ножевыми ранениями помещён в реанимацию больницы Теля-Шамер. Женщина, возможно, его жена в состоянии средней тяжести, находится в отделении хирургии госпиталя Ихилов. Среди госпитализированных есть и другие пострадавшие, говорящие по-русски. Российские дипломаты занимаются выяснением их гражданской принадлежности. Резня на улицах Яфа началась в тот момент, когда в центре мира, в двух километрах от площади часов, выступал вице-президент США Джо Байден. Настаивающий на том, что у идеи двух государств для двух народов нет альтернативы. Правда, у израильского политического истеблишмента сегодня совсем другие настроения. Я настаиваю на принятии закона о высылке семей террористов в сектор Газа. Только так можно сбить волну террора, в котором участвуют одиночки, в основном молодёжь. Этот закон заставит семьи останавливать тех своих членов, кто задумал террористическую атаку. За полтора часа до трагедии в Яфа в старом городе Иерусалима, недалеко от Шхемских ворот на улице Салахаддина, вооружённый автоматом-пулемётом Карл Густав, террорист обстрелял наряд пограничной полиции. Пострадали две девушки, военнослужащие. Одна из них находится в критическом состоянии. Три террористические атаки за два предвечерних часа минувшего вторника, один погибший и 13 раненых. Это был один из самых мощных всплесков насилия за последние недели. Насилие, не прекращающегося уже с октября минувшего года. Продолжение следует... Продолжение следует...